Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители! Сегодня несколько необычное видео. Я решил побеседовать с российским известным общественным деятелем, правозащитником, Львом Александровичем Пономарёвым. Здравствуйте, Лев Александрович! Здравствуйте, я вам очень благодарен за то, что меня пригласили. Сегодня мы хотели бы поговорить на тему правозащитной деятельности, может быть вообще, ну и в России в частности. Побеседовать о том, как обстоят дела у нас с политзаключёнными и как функционируют в России в условиях специальной военной операции, масса цензурных законов и ограничений, то есть по пустуга, как функционирует в 2024 году правозащитная деятельность в России. И первый вопрос я хотел бы задать Льву Александровичу, и он звучит следующим образом. Лев Александрович, как функционирует правозащитная деятельность в условиях такого огромного количества ограничений? Прошу вас. Ну да, вот здесь есть как бы некий стандартный взгляд на это, что вообще ничего нельзя, и мы знаем, как много политзаключённых, более того, политзаключённых больше, чем обычно номерян называют. Я сам вхожу в эту комиссию, мы там называем полторы тысячи, примерно тысяч триста, их на самом деле около пяти тысяч, потому что репрессии в России, они уже перевесли эту стадию политзаключённых, они стали тотальными, как было пристальные репрессии. Как бы, ну, условно можно сравнивать, вот при Сталине, допустим, задерживали всех колхозников, которые собирали, ну, не всех, а кого могли задержать, колоски, за это их сажали. Но это же не были политзаключённые, да, они были жертвами политических репрессий. Вот сейчас жертв политической репрессии много больше, чем политзаключённых, около пяти тысяч, я бы так сказал, приблизительно, и в основном делают в регионах, люди малоизвестные и так далее. А теперь правозащитники, ну, конечно, правозащитники для того, чтобы защищать людей от репрессий в том числе, да, и они защищают от политических репрессий, и то, что происходит в регионах, это как бы немножко спрятано от больших, так сказать, блогеров, имеющих большие, так сказать, блогеры, где они в основном, за рубежом же в основном. И это всё не очень попадает в повестку дня, СМИ, допустим, дождя и всех остальных, хотя это замечательные, значит, и блогеры замечательные, и СМИ замечательные. Но я руководил в своё время крупнейшим правозащитным движением в России, назывался «За права человека». Особенность моего движения заключалась в том, что сотни, я бы сказал, ну, сотни людей в России имели удостоверение, эксперты движения «За права человека», и я ими их отбирал непосредственно, я бы не мог их там проверить, там, я просто доверял тем людям, которые в регионах представляли движение, и они им давали эти удостоверения, они решали те задачи, которые считали нужными. То есть они фактически помогали, значит, стабильности в этих регионах, я бы так сказал, стабильности и управления, более качественного управления, потому что они занимались всеми проблемами, не только выборами, там, или ещё политическими проблемами, но ЖКХ, проблемы ЖКХ, проблемы увольнения с работы, низкие зарплаты, ну и, конечно же, тюрьмы, колонии, всё это остальное, всё это было под контролем сотен людей, которые работали в движении «За права человека». Ну и, конечно, я не могу сказать, что, ну, при этом я не хочу сказать, что движение «За права человека» было единственное. Были ещё десятки правозащитных организаций, но они больше концентрировались в Москве. Ну, АГОРА, ОВД-Инфо, ну да, действительно, они более-менее… АГОРА, вот АГОРА, например, замечательная организация, но АГОРА, она как бы адвокатская организация, то есть они нанимают адвокатов, это не правозащитник. Давайте я сначала определю, кто такой правозащитник, хорошо было бы… Ну, давайте, самое базовое, вот ЛИКПЕСНО. Правозащитник – это человек не обязательно юридически грамотный, я просто обращаю внимание. Это человек, который как бы вдруг в какой-то момент понял, что ему надо защищать других людей, это важнее, чем зарабатывать деньги там, допустим, заниматься семьёй. Вот такое, это призвание, я бы сказал. Заниматься правозащитникой – это призвание. И призвание, которое вообще, говоря, так сказать, самому себе не очень выгодно, часто бывает. Ну, конечно, можно сделать карьеру, там известность, но это правом государстве можно сделать карьеру. Пойти потом обучиться, стать адвокатом. А в такой стране, как Россия, правозащитник – это человек, который живёт эмпатией к другим людям. И, так сказать, бывают такие, как бы, особенно, если представиться, такого радикального правозащитника, который рвёт на себя рубаху, чтобы защитить соседа. Понимаете, да? И там ему жена говорит, ты чё, у нас там дети голодные. Нет, он будет защищать соседа. И это призвание. И на Руси всегда были такие люди, они могли называться блаженными, например. Так, не очень, так сказать, образованный историк, гуманитарный, а физик. Но, тем не менее, видимо, если искать какие-то аналогии, да, блаженные, которые царям говорили правду, их цари держали по себе, так сказать. Немножко клоуны, как бы. Но у нас это, слава Богу, это были не клоуны. Мы делали для них семинары обучающие. Если они пришли, пришёл прямо как бы от Сахи. И за там 20 лет путинских, конечно, многие люди стали образованными юристами. И когда я сейчас, вот я, конечно, выехал из России, конечно, война – это самое главное, что я выехал, потому что мне было опасно оставаться в России. И, конечно, я выехал, чтобы остановить войну. И постепенно мы видим, что ситуация остановить войну – это опять защита. Это опять ложится на плечи активных российских граждан. А, значит, наиболее активные граждане протестуют против войны. Это герои, скажем так. Вот они сидят уже, как правило. Ну, там, с чего мы начали. Многие сидят. Но оказалось, что не все правозащитники сидят. Очень много правозащитников остались в России. Я с ними имею контакт. И они занимаются своей правозащитной деятельностью. По-прежнему. Просто по-прежнему занимаются. И надо им помогать. Ну, и, значит, они не умеют, например… Ну, например, самая простая вещь. Помогать им краудфандинг делать. Я спрашиваю. Вот разговариваю с одним… Ну, не буду фамилии называть. Известным очень человеком. Не всем. Мне известным. Он в небольшом регионе. Бедным очень. Я говорю. Ну, ты вообще-то занимаешься… Ну, я из судов не вылажу, он говорит. Просто не вылажу. Вот у меня сегодня были три суда. Говорит. Я посадил трех главврачей уже. Я не знаю, насколько он… Я думаю, что это справедливо. Потому что я его знаю. Понимаете, да? Главврачи, я знаю, проблему это. Главврачи, хозяева больницы. Платят себе зарплату любую. Врачам платят маленькие. Не везде. Ну, такие есть, скажем так. И государство за этими следит 100%. А кто следит? Правозащитники следят. А какие самые частые дела возникают именно связанные с правозащитной деятельностью? То есть, я так понимаю, ну, это просто мое такое обывательское наблюдение. Это фейки о вооруженных силах. То есть, статьи о дискредитации вооруженных силах. Ну, смотрите, как. Защищать тех людей, которые сажаются за фейки, конечно, надо. Это делают и правозащитники, и это, как бы, сказать, все равно в большей степени на контроле, скажем. На контроле ВДИНФО. То есть, ищутся, это попадает в ВДИНФО, ищутся адвокаты, которые помогают этим людям. Вот как правильно происходит. Это, как бы, вне правозащитной тематики. Вот, значит, а я говорю немножко о другом. Что не попадает под ВДИНФО, понимаете? Это защита социальных прав, борьба с пытками в колониях тоже менее, так сказать, попадает на блогеров. Самое известное, это, по-моему, пытки вот в ангарской колонии. Вот я этим занимаюсь четыре года. Это не я вам подсказал, это вы сами сказали, значит, знаете об этом. Четыре года я этим занимаюсь. И моя команда это добилась. С помощью, кстати, москальковой, давайте скажем доброе слово. Без нее, без нее, может быть, этого не было. Сейчас уже мы пять, по-моему, негодяев уже, как бы, посадили. Еще они сюда есть. Которые пытали, и в том числе сексуально пытали, значит, заключенных. Выбивая из них нужные показания. Ну, процессы, ну, все равно не все процессы закончились. Мы защищаем 35 потерпевших, 35 человек потерпевших от пыток. Сил у нас не так много, адвокатов не так много, но тем не менее, вот 35 человек защищать силами там четырех адвокатов, это тоже надо убить. Значит, и нескольких правозащитников. Нескольких правозащитников. Вот это мы делаем, четвертый год. Но это то, и мы делаем так же. У нас есть приемная, где люди звонят со всей России. Вот это можно сказать. Со всей России, которые говорят о пытках, так сказать. И мы тоже этим людям помогаем. Кроме Ангарска, скажем так, Ангарского дела. Ну, номер, я так понимаю, можно будет опубликовать? Да-да-да, я отдам это все. Я эту информацию дам. Очень надеюсь на вашу рекламу. У меня не было возможности развивать свой, значит, свой YouTube, потому что для этого нужны деньги и, может быть, навык предпринимателя, отчасти. И, опять-таки, в моей команде не было хороших, значит, программистов, так сказать, специалистов в этой области. Вот. Поэтому я оказался бедным. Поэтому меня взаимодействие с вашим каналом вдохновляет, скажем так. Спасибо вам большое. Меня тоже. Типа профзащитников там дальше. Вот они занимаются социальными правами. И если посмотреть, я вот просматриваю региональные телеграм-каналы, во всех регионах что-то происходит, понимаете? Потому что это как бы... Даже митинги проходят, каналы, локальные такие. Строят дом не на месте, там, значит, свалка, протестовать. Правда, иногда люди приходят, стоят на колени и обращаются к Путину. Но сделать грамотное даже обращение к Путину надо уметь, да? Ну, вообще надо обращаться в суд. Мы правозащитники объясняют. Ну, ваше дело, обращайтесь к Путину. Но надо подать в суд, и мы вам напишем заявление в суд. Придем в суд, поможем вам. И судья, может быть, примет правильное решение. И здесь, опять-таки, ситуация не безнадежная. Вот когда я говорю, что вот здесь на Западе, что что-то можно выиграть, не может быть, что можно выиграть. А можно снять с должности, можно людей, значит, доказать как-то можно. Потому что законодательство не испорчено. Свод, так сказать, оно просто новое законодательство, чудовищное, фашистское, скажем даже так. А здесь не испорчено. Судитесь, пожалуйста. Ну, если я правильно понимаю, то за социальные права в России бороться можно, и особых проблем с этим не возникает по сравнению с тем, как бороться за политические права. То есть, с политическими делами все кардинальным образом отличается. Там непременно обвинительный уклон. А вот какие-то социальные вопросы, то есть, ну, например, не знаю, я сталкивался с тем, что у нас в Уфе пытались построить дом, но это еще было до СВО, построить дом в неположенном месте. И жители ближайшего дома пикетировали, пикетировали, и в конце концов выиграли. И выиграли это дело у видного деятеля из «Единой России» даже. То есть, и в этом смысле ситуация особо не изменилась. То есть, за социальные права можно бороться, за политические невозможно. Я правильно понимаю? Я бы даже шире немножко сказал. Политические тоже можно. Но политические права, они, понимаете, не все люди, которые... Это не обязательно СВО, не обязательно фейк в армии, понимаете, да? Это может быть навет какой-то на человека, что он где-то что-то сказал. Не всех сразу сажают, понимаете, да? Административные наказания. И здесь правозащитники тоже активно работают. Можно. Их за это не пасают, понимаете? Правозащитники... Главное, этого человека, может, в конце концов не защитят, он попадет в руки ОВД-инфо, допустим, дальше-дальше его защищать. Значит, и адвокат. Но на первой стадии, да, и политические права тоже. Тоже. Но это внушает, на самом деле, оптимизм. Я хотел спросить. Я думаю, этот вопрос очень многих интересует. Вот у вас огромный опыт правозащитной деятельности. Вы застали еще времена советских диссидентов и активно в этом всем участвовали. Есть ли... Вот я понимаю, что, может быть, этот вопрос звучит немножко дилетантски, но в чем отличается специфика от правозащитной деятельности на сегодня с правозащитной деятельностью в Советском Союзе? Вот в чем разительное отличие? Потому что недавно публиковали статью, в которой говорилось, ну, на самом деле, ужасная статистика, что хуже, чем сейчас, было только в сталинское время. То есть, только сталинские репрессии могут сравниться с современными репрессиями в современной Российской Федерации. Ну, видите, в чем дело, это не совсем правильно. Это слишком огрублено. Если одну фразу сказать, то, может быть, и так. Потому что политических заключенных при, значит, советское время, вот позднее советское даже время, где, говорят, было меньше политических заключенных, чем сейчас. И казалось бы, это хуже. Но это, как бы, лекомысленная точка зрения. На самом деле, даже при Брежневское время, любой человек, который высказал антисоветские взгляды, попытался хоть что-то делать, его сажали сразу. А сейчас это не так, поймите. Сейчас больше были, как ни странно, политические... СВО, да. СВО, все, вот там, два раза... Ну, это наиболее смелые люди попадают. И формально, в этом смысле, политические заключенные больше. Но при этом свободно можно критиковать власть, чего нельзя было при Брежневском бюлеве даже делать. Просто нельзя было, понимаете? Поэтому просто правозащитников, я бы сказал, диссидентов, было просто считано единицей. Поэтому и сажать-то было некого, скажем так. Их мало было. Ну, хроники текучих событий и самоздат. Вот это, собственно... Самоздат был, ну и что? Не всех сажали, кстати, у кого нашли эти хроники. Ну, немного было людей, это правда. А сейчас... Сейчас получилось следующее. Сейчас качественно немножко другое. Вот правозащитники, они оппоненты власти. Часто, ну, как правило, ну, все. Это сотни... Это, я бы сказал, сотни людей определенно активных в России. И они это делают. Аппонируют власти на разных, в разных, как бы, так сказать, местах. Даже есть депутаты, которые в какой-нибудь справедливой России депутатствуют. Про СВО молчат, но громят власть местную и делают себе карьеру. Например, вот я узнал недавно. Много чего есть. Или, например, борьба с пытками. Поборись тогда с этими самыми, с тюрьмами и все остальное. Нет, не поборишься, сядешь в то время, Брездевское даже. Но поэтому как-то, ну, это пришло глубже. Глубже надо сравнивать и говорить отдельные... Говорят какие-то отдельные моменты. Теперь вот иногда вот я хочу сказать, что... Вот такую мысль хочу провести, но она тоже не очень точная. Вот диссиденты подготовили перестройку. И опять-таки это привлечение, потому что диссидентов в политике почти не было. Более того, они брезговали эти политики. Их было-то там капля, но и они брезговали. Вот. При мне... Вот Сахаров пошел в политику, да? Так его никто не... А Саша Потропинник, мой приятель, да? Значит, его поливал. Поливал реально, говорит. Вот Сахаров пошел взаимодействовать. Пошел на контакт с коммунистами. Это неправильная точка зрения. Понимаете как? Потому что мы можем только способствовать медленному изменению власти. А для этого, да, значит, надо было идти тогда Сахарова. И он очень активно работал целый год. К сожалению, рано ушел из жизни. Он был очень активный политик. Опять, многие этого не знают. Думают, вот Сахаров, ученый, там все остальное. И говорил, как бы медленно, так как бы, да. Он очень был страстный политик и выступал на съезде больше, чем патентовные политики. Там Попов какой-нибудь, Афанасьев. Он больше выступал. Кого сгоняли с трибуны? Не Афанасьев, а Сахарова. Сахарова, да. Это речь идет о первом съезде народных депутатов 89-го года. Да, первый съезд народных депутатов СССР, надо подчеркнуть. И единственный, кстати. Первый, единственный, последний. Так вот, Сахаров был, и Сахаров, вот, когда спрашивают, а кто вместо Ельцин? Ну, все в Ельцин. Я говорю, никого не было. Значит, вот Сахаров, может быть, и мог. Потому что, вот, когда был у простого народа, не только интеллектуальный, там, и какой-то элиты, там, или интеллигенции, он имел популярность у простого народа, потому что они, он все знали, что он сделал атомную ядерную бомбу и защитил Советский Союз от гибели, условно говоря. Как говорила пропаганда. Поэтому он был популярным во всех своих населениях. Ну, видите, как рад ушел. Ну, в том же 89-м году, да, к сожалению. В 89-м году. Так вот, я закончу. Когда, вот, я говорю, вот диссиденты, они не унесли большой вклад в демократическую революцию диссидента. Ковалев был там, Сахаров, ну, не знаю, там еще несколько человек, может, назвать. Ну, почти вот, уже все, некого добавить. Ну, Орлов. Орлов, Олег, да. Были молодежь. Да, он тоже был, начинал тоже молодым совсем диссидент. Да. Олег Орлов. Но он не пошел в политику, кстати. Чего Орлова? Он не пошел. Мне ничего подобного. Он спорил с Демроссией. Со мной спорил с Демроссией. Я панировал Демроссией. По 93-му году у нас были разные точки зрения демократической России. У меня, допустим, из мемориалов. Так что нет, нет. Они тоже по сторонке постояли. А в чем вы не сошлись? Я понимаю, что это напрямую не относится к теме, но мне просто любопытно. То есть, вы стояли на стороне того, что разгон Верховного Совета – это неправильно. А я подозреваю, что Олег Орлов стоял на про-ельцинских позициях. Строго наоборот все было. Вот я не угадал. Ну, нет. Вы могли бы догадаться. Вы, наверное, специально. Дело в том, что Демроссия, она привела к власти Ельцина. И там отдельно можно говорить. Отдельный разговор, кстати, можно посвятить, если вам интересно. Давайте я закончу с правозащитниками эту тему. Потому что в каком-то смысле правозащитники сейчас как бы заместили диссидентов советского периода. Их много больше. Понимаете? И они много больше могут влиять на политику. Много больше. Их сотни активных, а вообще это их тысячи. Активных правозащитников сотни. Я на это надеюсь. Вот почему я считаю, что надо... Кроме меня вообще мало людей, которые на правозащитников надеются. Потому что я надеюсь на мирный транзит власти. А есть люди, которые говорят, только революция, только с оружием в руках можно... Вот форум был в свободной России недавно. Я даже не следил, но я знаю, что они там догадывались, что они договорили там. Только вооруженное восстание. Гарри Каспаров или Илья Пономарев тот же, мой тезка. А я считаю, только мирный транзит власти сохранит Россию. А вооруженное восстание какое-нибудь, оно приведет к распаду России и вообще уничтожению России. Ну да, тем более мы не призываем ни в коем случае каким-либо противозаконным способом борьбы с существующей властью. Это вот лично моя позиция. Я так понимаю, Лев Александрович ее разделяет. То есть, мы не агитируем ни за какие формы насилия. Я должен был это просто сказать. Это абсолютно верно. Здесь мы нашли собеседника, соответствующего вашему каналу. Так вот, правозащитники в каком-то смысле, я надеюсь, так же, как в каком-то метафорическом смысле, диссиденты подготовили перестройку, все равно влияние было, ими восхищались, это были известные люди, особенно Сахаров, например. Так же и в таком же метафорическом смысле, я думаю, что правозащитники должны готовить будущее перестройки. Должны. Я хочу, чтобы они это делали. Я уверен, что каждый на своем посту уже это делает. Активно занимаясь защитой социальной и политической, в том числе, прав граждан. Ну, вот у меня вопрос такой, может быть, он покажется немножко техническим, но мне любопытно. А как они узнают, ну, допустим, в какой-то там колонии, пусть там не в Ангарске, в колонии номер один, где-то там, пытают заключенных. Как эта информация попадает в руки правозащитников? Потому что ФСИН – это достаточно закрытая структура, я думаю, это более-менее очевидно всем. Как вот эта информация просачивается? Ну, как, во-первых, есть заключенные, есть всем письмо, так? Есть родственники заключенных. И она просачивается, так вы знаете, прям моментально. Есть телефоны. Значит, вот как там в Ангарске, мы ночью, там ночью произошли беспорядки в ШИЗО, вот в Ангарске. Ночью я уже об этом все знал, где-то в Ангарске-то, понимаете, мы уже знали это. И уже утром мы направили адвоката, не пустили, нам адвокатов не пускали долго. Это было незаконно, мы об суд подали. То есть мы пробивались. Пока до Москальковой дошли, прошел год, понимаете, да? Нашли нужных людей, опросили их, сделали фильм, запустили фильм на этом самом, на Ютьюбе. Два месяца до свободы. И с этим фильмом пришли мы с Москальковой. И, в общем, она поддержала нас, возбудили уголовное дело. Так же и здесь сейчас происходит все. Вот у меня там есть, значит, у нас была и остается приемная, как бы. Ну, и сейчас интернет приемный, скажем так. Помещения нет, есть интернет. Люди сообщают нам, значит, мы пишем в их интересах письма, значит, в разные инстанции, пишем, находим, может быть, адвоката местного, которому мы доверяем, чтобы они наняли его. Пишем прокуратуру, руководство все. Знаете, есть еще какая проблема? Руководство все не руководит колониями. Вот есть такая, как бы, гипотеза, я бы сказал, или миф, что вот тоталитарный режим, Путин всем управляет, да никогда этого нет. Он управляет только, вот сейчас он только войной управляет, фактически. А развал страны происходит, реально. Я должен напомнить, Роскомнадзор настаивает на том, что данная специальная военная операция не является войной, нападением или вторжением. Вы можете говорить слово война, я просто должен это озвучить, чтобы мы находились... Пожалуйста, нет, то есть вы не будете вырезать это, пожалуйста. То есть я могу говорить, да? Да, 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 вы можете говорить. Я просто... Я хочу сказать, да, вот этим он управляет. Но развал-то России происходит прямо ежедневно. Вот что происходит с мигратами несчастными, да? Ведь экономика разваливается. Ну, это очевидно. Все знают, все кричат об этом. Москвичи кричат, значит, потому что такси подорожал. Я не знаю, насколько оно подорожало. Частные такси появились, которые не очень... Не очень хороший признак. Хотя я одно время был, кстати, бомбистом. Бомбил. Было у меня время такое. Мне начало было жить. Уже после депутации это было. Вот, значит... Ну, поэтому я не могу сказать, что это совсем плохо. Но для людей, как бы, так сказать, не должен... Очень удобная была система такси Москвы. Просто идеальная, я считаю. Ну, Яндекс, она по всей России, да, была. Собственно, мы в этом плане с вами коллеги, потому что я тоже некоторое время перебивался таким случайным заработком, как работал. Только я работал уже в Яндекс.Такси. То есть там... Понятно, да. Так что, может, у нас есть чаг, поэтому мы нашли другую очередь. Прекрасная такси работа, прекрасная. И дешевая. Когда я сравниваю здесь такси, здесь на Западе, очень дешевая такси, а здесь дорогая. Вот. Поэтому это же беда большая, да. Я уж не говорю о том, что на стройках исчезли строительные рабочие, двойники исчезли. По всем статьям ситуация плохая, неуправляемая. Кто должен это знать? Понимаете, я тут вынужден немножко с вами поспорить, потому что я из России, как приехал, ну, выехал из России два месяца назад. То есть, ну, два с лишним месяца назад. Понимаете, тут двоякое чувство. С одной стороны, да, вы, безусловно, правы, что всё дорожает и что жизнь становится хуже, и инфляция высокая. Это да. Но с другой стороны, опять же, с чем сравнивать? Если сравнивать с 90-ми годами, я 90-е годы помню более-менее хорошо, хотя я был тогда совсем ребёнок, это и ни в какое сравнение не идёт. То есть, да, уровень жизни падает, но нельзя сказать, что критически, что катастрофически. А я говорю о некоторых явлениях. Вот выселение мигрантов, преследование мигрантов, поощрение русских националистов, которые преследуют мигрантов, не только полиция, но и русские националисты, поощрение этого просто, это, конечно, катастрофа. Потому что она ведёт дальше, ну, она будет развиваться, понимаете? Её надо купировать, с этим надо бороться, наоборот. В своё время у нас была некая система, когда люди, получая приглашение, приезжали на работу, то есть уже рабочие места были. Но это всё развалилось сейчас при Путине. Просто у меня катастрофа, говорю, что это не значит, что сейчас уже дальше хуже не будет. Будет хуже. Ну, дефицит кадров очевиден, да. То есть, очень сильно не хватает кадров. На нижних, так сказать, именно там, где нужны были мигранты. Это просто, приём, привёл пример. Развалы экономики и социальных каких-то, значит, и поощрение, вот, русский националист тоже очень опасный. Разный-то. Вот так и будет дальше, потому что она не управляется. Так же и в колониях. Руководство в СИНО не имеет возможности влиять на директ, на начальника колонии. Не имеет. Многие, всё зависит от хозяина. Всё давно уже развалилось. Где-то пытки, где-то нет пыток. Где-то пытки ежедневные. И, значит, я этим занимался и видел, как даже встречался с руководством СИНО. И они мне давали понять, что ты напрямую ко мне. Вот видно было, что он решает проблемы, которые я ставлю. Напрямую ко мне. Я говорю, давайте поможем. Не, не надо поможем. Он напрямую ко мне. Он даже своим помощникам не доверял. Ну, то есть, пытки – это не то, что происходит, как некоторая система. То есть, мне казалось, вот у меня моё обывательское представление, что, во всяком случае, по делам политическим так точно, но и по многим другим, пытки – это просто некоторая такая опция, которая пользуется в СИН и пользуется как совершенно рядовым инструментом. То есть, они попусту гаинституционализированы вот в наших местах лишения свободы. Неужели это всё как бы не санкционируется? Нет, это неверно. Это абсолютно неверно. И вот мы в своё время ввели такую категорию «пыточные зоны». Это там, где пытки для тех, кто сидит в ШИЗО, например, там по КТ, ещё для каких-то таких мест, где сидят особенно заключённые, которые как бы нарушали закон, а может не нарушали, но их туда посадили. Там пытки каждый день. Это «пыточная зона». Вот первый раз в «пыточную зону» политически попал, это Эльдардатин был. Вспомнили его, да? Да, он не так давно погиб. Погиб он, да. Вот это была «пыточная зона». Ему удалось оттуда дать информацию. А, значит, там каждый день выводили в коридорчик, где не было видео. Вставали, вот так их ставили на растяжку к стене. И, знаете как, развегали ноги там. Человек, ну, паху у него там всё как бы напрягалось, и он падал в конце концов. И каждый день. Ноги у них распухали. Ну, в общем, это такая пытка. В ежедневных не убивали, понимаете. Давали возможность каждый делать это в течение полугода. Это настоящая пытка, которая растянута. Это да. Там садисты просто родные. Но в других колониях их не так много. Мне сейчас трудно сказать, сколько осталось сейчас пыточных зон. Но я думаю, примерно несколько десятков всё равно есть. Где-то меняется начальник, где-то правозащитник добивается чего-то. Сейчас хуже стало. Правозащитника меньше добиться трудно, чтобы именно убрать начальника. И вот, например, в ИК-6 в Кировской области был такой Бибик. Я с ним воевал лет 15. Ни хрена держался. У него там было... Он много... Богатый был, подкупал. Я уверен, что носил взятки вплоть до центрального аппарата в СИН. Хотя публично очень много было фактов издевательства над заключённым. Такого регулярного, скажем так. Сам даже принимал участие в таких вот пытках. Недавно ушёл, наверное, на пенсию. Я не проверял. А разовые случаи насилия, конечно, в каждой колонии. Могли быть и были, и убивали в колониях. Но это не было ежедневно, понимаете? В чём отличие. А вот в иркутских колониях, да, действительно, там систематически были такие, значит, камеры, где сидели. Их называют разработчики. И вот когда бунт произошёл... Это среди самих заключённых. Да, среди самих заключённых, да. Значит, их даже вывозят. Я знаю, что из Иркутска вывозили чуть ли не в Красноярск или в Екатеринбург пытать людей. Это специалисты считают, да. Поэтому ситуация не такая тоже драматическая, как можно было бы ожидать. Теперь насчёт политзаключённых. Да, вот последовательно пытали и убили Навального. Но вообще политзаключённые... Ну, вот Яшин приехал. Надо постучать. Ну, слава Богу, на свободе, да. Вот, в общем-то, пыточные зоны, чтобы ежедневно были пытки, они не попали. Слава Богу, понимаете, да? Не все. А вот куда попал Навальный, куда его перевели, вот эта ИК в Харпе, она являлась вот этой пыточной зоной? Я бы не сказал так, но я опять сейчас не могу сказать, что я сейчас имею обзор последних сведений и так далее. Это, знаете, как, скорее отдельным поручают отдельных людей доводить до безумия, может быть, до издеваться над ними. Отдельно как бы, понимаете? Вот это да. С отдельными людьми так и с политзаключёнными тоже сейчас происходит. Но, слава Богу, не со всеми, я надеюсь, мы не видим таких сообщений, массовых сообщений, что вот попал человек пыточный в такой колонне. Ну, получается, всё-таки власть, государство, оно борется с пытками. Но в некоторых особых случаях существуют какие-то определённые сотрудники, которые именно специализируются на том, что они проводят пытки. Как вы их назвали, там, разработчики. То есть, грубо говоря, если какой-то политический заключённый, по нему дана команда, его запытать, то... Нет, это неправильно. Я не хотел бы, чтобы осталось вот ваше высказывание без моего определённого ответа. Ни в коем случае. У нас не борются с пытками. Это всё как установилось, так и установилось. Где-то хозяин, называя хозяин колонии, да, он так более-менее... У него хозяйство, он зарабатывает, люди у него тоже работают, значит, и более-менее, значит, какая-то... Умеет разговаривать с заключёнными. Это всё зависит от хозяина. Но есть некоторые колонии, которые назначены как бы пыточными. Да, может быть. И туда везутся все страны. Тоже я сталкиваюсь с этим. То есть, это довольно разнообразная картина. Но чтобы сказать, что власть борется с пытками, ни в коем случае. Ни в коем случае. То есть, она скорее борется с самодеятельностью какой-то, если с чем-то и борется. В каком-то смысле, да. И не борется тоже. Это когда мы застали... Понимаете, вот... Это же удивительное дело, что мы возбудили уголовное дело в Иркутской области. Понимаете? Это Баскалькова нам помогла. Это надо было найти, сделать фильм, прийти к Баскальковой. Не просто же прийти к Баскальковой. Потому что я был экспертом, приуполномоченным правом человеком в России, Баскальковой. Ну, давно был там, 20 лет был. И она в этом смысле со мной взаимодействовала. Ее надо было убедить. Надо было, чтобы написал Следственный комитет. И Следственный комитет получил расследовать. А вот здесь возникла интересная картина. Следственный комитет, конечно, не шел с нами навстречу правозащитникам. Там у меня правозащитник там был такой наиболее энергичный из бывших заключенных. Он, конечно, больше всего там стал... Ну, как бы принял к сердцу, так сказать, как бы ближе всего это все. И они его пытались выдавить из процесса. Он там приезжал, они его провоцировали, следователи. Но постепенно, так как они следователи, стали работать. Но это тоже более-менее профессиональные люди. Не все там, как говорится. Именно в этой сфере, гражданской сфере, когда это не касается, опять-таки, СВО, скажем, да. Они убедились, что у нас 32 потерпевших от пыток. 35 потерпевших от пыток. В том числе сексуализированных пыток. Вы знаете, что такое сексуализированная пытка? Рассказать? Ну, это изнасилование, попросту, или действия сопряженные с этим? Нет, ну, изнасилование, мы понимаем, что это такое. Ну, на примере взаимодействия людей разного пола, да. Это просто сексуальное взаимодействие. А там не так. Понимаете, это редко бывает. Бывает тоже и такое. Но это скорее, когда в анальное ответствие запихивать что угодно. Веник. Швабры, самые известные. Швабры, там все остальное. Но так как это в криминальной среде считается, что человек имеет уже другой статус. Да, опущенный это на их сон. Опущенный, да. Тогда, значит, это приобретает, когда хотят человека заставить дать показания, его пугают этим. Или на его глазах другого делают. Или после того, как его один раз сделают, потом говорят, мы второй раз тебя опустим. Понимаете, да? И он дает показания. И вот сейчас здесь вот можно найти Ирксити. Ирксити написала мне данную статью, подвела итог. Сейчас, кроме наших, у нас там шесть дел по защите потерпевших, 35 человек все-таки, да, от пыток. И началось дело уже по самому судебное дело. Год назад началось само дело по массовым беспорядкам. И вот оно сейчас, определенная стадия закончилась, там дали показания тех, кого обвиняют. И Ирксити молодец. Вот опять-таки, свобода слова. Нет или нет? Нет, есть Ирксити. Я посмотрел. Значит, это и сайт, и телегам-канал. Но они вполне такие лояльные. Описывают, как хорошо жить в Иркутске. Как там Байкал, там какие-то пейзажи. И почему-то взяли подробнейшим образом рассказывать, что происходит на вот этом самом... Молодцы, понимаете, да? Как ходят на все процессы. И подробным образом рассказали, как пытали ребят. Просто прям как они рассказывали в студии, так и рассказали. Ну, это поразительно, конечно. Вот. И я не могу... В России, я бы что хочу сказать. И многие этого не знают. Да, я понимаю. Я и сам это... Я вроде как человек, интересующийся всем этим. Но все-таки много нового я слышу от вас. Понимаете, у меня вот вопрос такой. Он все-таки немножко... Ну, не совсем привязан к тому, что в России называется специальная военная операция. Ну, вот, в связи с тем, что сейчас существуют такие явления в законодательстве, как возможность заключить контракт прямо из тюрьмы, как возможность просто снять судимость, то есть на стадии именно даже не судимости, а прекратить уголовное дело в связи с подписанием контракта. Вот вынуждают ли каких-то подследственных или даже заключенных, или тех, кто сидит в СИЗО, подписывать контракты? Может быть, это делают именно с применением пыток или какого-то другого способа давления? Вот известно ли вам что-нибудь об этом? Ну, у меня были в разных колониях видео по-разному. Тем более, время разное уже. Было одно время, второе, другое. Пригожин был там и все остальное. Да, где-то заставляют, да, заставляют где-то. Вот когда я был в России, мы там одного парня спасали. Так, ну, мы были вынуждены адвоката направить в эту колонию. Адвоката из Москвы там. В Рязани я уже забыл какой-то. И прямо в присутствии адвоката он написал, я отказываюсь ехать контрактником на войну. Его оставили в покое. Он остался. Ну, поэтому везде по-разному, я подозреваю. Но мы видим, на самом деле, это вот ДНФО, и вот те люди, которые занимаются этой темой, даже подробно описывают разные случаи, какие бывают. Я вот, это не моя тема, скажем. Хотя, когда мне попадает, такая жалко, я этим всем занимаюсь. Я вот сейчас считаю, что нужно помогать развивать массовое правозащитное движение в регионах. За ним оно способствует тому, чтобы люди, которые, значит, не задумывались над жизнью, после того, как задумывались и как им помогли правозащитники, они поняли, где правда. Чтобы они поняли, где находится правда. Вот в этом смысле правозащитники являются предвестниками изменения ситуации в России, я надеюсь. Ну, знаете, я тоже, на самом деле, верю в то, что в России возможны перемены, и даже более того, в России перемены происходят с какой-то фантастической скоростью. Когда они начинаются, они долго не наступают, но когда наступают, это происходит с какой-то вот бешеной скоростью. Как вам кажется, вот большое количество людей, которые составляют тюремное население, как влияют эти дела, связанные там с пытками, например, с Ангарской колонией, связаны на то, чтобы люди, как-то находящиеся в заключении, знали свои права и реагировали, и давали сигналы, если в отношении них совершаются противоправные действия. Вообще это становится резонансным именно вот в самих местах лишения свободы. То, что кто-то сумел там привлечь к ответственности сотрудников СИН, которые применяли пытки. Видите, вот самое главное, вот в конце сказали, привлечь сотрудников СИН, но это самое трудное. А вот сейчас мы, там у нас разных, как я говорил, разбиты, вот 35 человек разбиты на дела, и сейчас есть суд, который суд двух сотрудников СИН, которые потворствовали этого, приводили, шутка потворствовали, просто передают, дают задания этим разработчикам, и разработчики пытают. И, значит, исследователи хотят посадить этих сотрудников. Я вот начал, когда я говорю про следователей, следователи сейчас сотрудничают с нами. Если сначала они как бы сопротивлялись, хотели помешать в каком-то смысле, когда они увидели, что это профессиональная задача, что людей пытали, они сейчас хотят разобраться и посадить уже этих людей. Понимаете, получается так, что одни следователи, или в Иркутском Следственном Комитете хотят посадить в Синовцев, да, а в Синовцы делают все, чтобы это не произошло. Каким образом? Они свидетеля пугают, свидетеля пугают, которые тоже заключенные, которые тоже находятся в их руках. Мы сейчас одного из заключенных, нам удалось добиться чуть не первый раз, вот я сейчас прочитал, кто-то написал первый раз в России, в постсоветское время, может, на самом деле. Мы добились государственной защиты свидетеля пыток. Государственной защиты. В чем это заключалось? Вывезли? Вывезли из Иркутской области, сейчас его везет Киров. Но у меня нет уверенности, что не будет следить за тем, что он все равно сидит в Кировской области. И мы должны следить, чтобы там не продолжалось давление на него, чтобы он отказался от показаний. А главные показания он давал, в общем-то, и он от них не отказался. Он не стал выступать в суде, он сказал, зачитайте те показания, которые отдал в его следствии. И просто судья зачитывал. И это было, может быть, даже лучше, чем он сам, но сбиваясь там, тем более на него уже давили. Мы думали, что он выступит и откажется. И он выбыл средний. Он не стал выступать, а сказал, зачитайте. И зачитали все его показания. А на адвокатов никто не давит? Ну, вот вы говорите, что действует целая достаточно большая группа адвокатов. Неужели никто не предпринимал попытки, ну, именно давление непосредственно на самих адвокатов? Это же так самоочевидно для вот этой пыточной системы. она стремится защитить сама себя. Ну, да. Видите, как я же говорю, следственный комитет выступает уже против Синуса в этом деле. Понимаете? Поэтому все немножко посложнее. Но от нашего правозащитника, да, вроде слежку за ним установили. Именно правозащитник. А адвокаты говорят, да за нами тоже следят. Ну, мы уже не обращаем внимания. Ну, слежка, слежка это максимум. То есть, ничего тому. Слежка это было максимум давления. То есть, никаких угроз. Ну, да, максимум давления. Слежка была максимум. Ну, это поразительно. Неужели даже угрозы никакие не поступали именно адвоката? Угрозы? Не знаю. Я не собирался видеть, но сейчас я вспомню. Угрозы адвокатам наши нет не поступало. Ну, поразительно. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо вам огромное, Лев Александрович. Я надеюсь, что мы с вами будем встречаться часто, что вы будете рассказывать о том, как обстоят дела именно с правозащитной деятельностью в России. Мы надеемся, что вот эта легальная возможность вести правозащитную деятельность в России, которая, да, действительно есть, как вы озвучили, что она будет сохраняться и никаких изменений в худшую сторону не будет. Я бы хотел сформулировать вам такой вопрос. Вот я человек, живущий в России. Ну, гипотетически. Вот я гипотетический человек, который живет в России. Вот я хочу заниматься правозащитной деятельностью. Что мне нужно сделать? Вот краткая инструкция от Льва Балмарева. Я бы так сказал, нужно, ну, возьмем какой-нибудь регион. Ну, в Москве там, более-менее, все правозащитники известны, где они находятся. Канал пришел и сказал, я хочу вам помогать. Пожалуйста, да. Найти Московскую хейстскую группу, например, там, или найти какие-то другие организации. И сказать, я готов вам помогать. Быть волонтером. А вот в регионах там тоже такая возможность есть. Они все равно попадают в региональную прессу. Потому что много очень региональных телеграм-каналов, которые, конечно, вот как я привел вам в Иркутск, вообще не оппозиционные. Абсолютно не оппозиционные издания. Но вот это они решили освещать. А есть оппозиционные телеграм-каналы, которые ведутся чаще из-за границы, но они там точно оповещают какие-то события. Говорят о каком-то правозащитнике, который что-то сделал. Вот я в Кургане знаю тоже средства массовой информации. Очень тщательно. Следят прям, бегают за моим известным правозащитникам в Кургане. Очень много публикаций о нем. Его все знают, он завален на прощениях. Но волонтеров нет. Вот в чем дело. У меня другая история. Он мне жалуется. Говорит, ну, жалоб много. То есть помогать надо на разрыв. Я говорю, ну, помогите вы мне. Приходят молодые люди и говорят, ну, готовы помогать. То есть заплати нам. То есть люди испорчены уже, понимаешь. Профессиональные. То есть люди молодые, которые образованные. Может, даже юристы. Ну, заплати нам, пожалуйста. У меня нет денег. Я сам с трудом зарабатываю. Для семьи там немножко и так далее. Поэтому вообще испорчена, значит, ситуация такая, что население, не случайно же Путин появился, в общем, его многие поддерживают, да. Много работы, чтобы страна изменилась. Встал на путь демократии. И вот правозащитники этому помогают. Ну, в общем, как я понял, краткая инструкция заключается в том, что необходимо найти какую-то в своем регионе региональную правозащитную организацию и просто к ней обратиться и начинать с волонтерства. То есть именно... Да, совершенно верно, да. И более того, я хочу, чтобы люди научились у себя собрать деньги. Почему бы нет? Я говорю, ты умеешь? Нет, не умею. Ну, вот, значит, я надеюсь, мы им дали инструкцию. Значит, эта инструкция будет работать. Да. Ужасный добрый человек. Да, уважаемые слушатели. Жертвуйте правозащитникам. Это очень важно. Можно жертвовать абсолютно любую сумму. То есть там 100 рублей в месяц, 50 рублей в месяц. Поверьте, даже самая небольшая сумма, она все равно помогает. И самое главное, это то, что пусть это будет немного, но стабильно. Это позволяет... Подписывайся. Подписывай. Подписывай. Спасибо большое, Лев Александрович. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»